Приветствую всех! Вы на канале Ерешу, меня зовут Ирина, и мы с вами приступаем к практике по направлению преступления и наказания. Под видео с разбором этого направления вы предлагали темы для практикума, самыми популярными оказались следующие 5 тем, но, как вы видите, эта тема и вот эта практически одинаковые, поэтому я их объединяю и ставлю на второе место, у первого места 58 лайков, но дальше были еще предложены несколько тем, но они набрали слишком мало лайков, поэтому фактически в этом практикуме я разберу 4 темы, но зато в практикуме по первому направлению разобраны 6 тем, так что баланс сохраняется. Итак, сначала разберем тему, которая набрала 13 лайков. Согласны ли вы с ветхозаветным принципом око за око, зуб за зуб? Если вы вдруг не знаете, что значит этот принцип, давайте я его сначала объясню. Эта фраза отражает принцип Талиона, то есть тот, кто совершил преступление, достоин того же самого наказания, которое он совершил, то есть если человек кого-то убил, то его нужно убить. Если он что-то своровал, то у него нужно в том же размере отобрать его собственность и так далее. Если будем возвращаться к теме, то сложно сказать, согласна я с этим принципом однозначно или нет, потому что все будет зависеть от конкретной ситуации. Бывают ситуации, когда действительно нужно следовать этому принципу, бывают случаи, когда лучше смириться с происходящим и, как говорится, не нарываться, чтобы еще хуже не было. Так что однозначно я бы не ответила и, соответственно, примеры я бы приводила, иллюстрирующие вот мой неоднозначный тезис. Например, в песне о купце Калашникове царь применил этот принцип и за жизнь своего опричника забрал жизнь купца Калашникова. А в рассказе Юшка Платонова главный герой не отвечал своим обидчикам, потому что ему это было не нужно, он был добрым и прощал все, что они делали. И он жил как раз-таки по принципам Нового Завета, а не Ветхого Завета. Следующая тема. Почему наказывают невиновных? Сложный вопрос, можно о нем долго рассуждать. Поэтому я думаю, что лучше отталкиваться от примеров и сначала придумать произведения, точнее не придумать, а вспомнить произведения, в которых описаны невиновные, которых наказали. И уже на основе произведений формулировать тезис. В первую очередь мне вспоминается повесть Куприна Олеся, в которой главные героини и ее бабушка были вынуждены бежать, потому что их чуть ли не собирались убить местные жители за то, что они не совершали, а наоборот помогали местным жителям. То есть в данном случае на наказание невиновных повлияло невежество людей. То есть об этом можно написать в тезисе. А в качестве второго произведения я предлагаю рассмотреть один день Ивана Денисовича Солженицына, в котором описывается политический заключенный, который был репрессирован за то, что не совершал. И здесь причина наказания невиновного в несовершенной системе, в людях, которые доносили на своих близких и во всеобщем страхе. По второй по популярности теме я, как обычно, составляю развернутый план, как отличить истинное раскаяние от ложного, или другая формулировка, как отличить истинное раскаяние от притворного, суть одна и та же. Я бы здесь ответила, что это можно сделать по действиям человека. Если он действительно раскаялся, то по его действиям будет это понятно. И здесь можно привести аргумент и контраргумент. Например, в Евгении Онегине главный герой действительно раскаялся в том, что совершил, в том, что отверг Татьяну. И по его действиям это было видно. Правда, он уже опоздал и не смог ничего исправить. Но он раскаялся в том, что сделал. И помимо Татьяны можно писать и о Ленском. Как раз в отношении него Евгений Онегин совершил преступление, в отношении Татьяны в классическом понимании, в юридическом понимании он не совершал преступление. Но, кстати, в теме ничего не говорится про преступление, так что про отношения с Татьяной тоже можно писать. А в качестве контраргумента можно рассмотреть старуху из Иргиль Горького, где Лара на самом деле не раскаялся. Он хотел вернуться к людям, потому что его мучило одиночество, а не потому что он раскаялся в содеянном. Ну и в выводе можно дополнить, что истинное раскаяние от ложного можно отличить не только по действиям, но и опираясь на свои чувства. Обычно, когда мы общаемся с человеком, и он нам говорит, что он раскаивается, мы чувствуем, искренен он или нет. То есть, об этом можно написать в выводе, как такое небольшое дополнение. И теперь будем приступать к написанию сочинения на тему преступления. Это болезнь общества или человека? Я не буду выбирать между обществом или человеком. Я остановлюсь на том, что преступление это болезнь и общества, и человека. В первую очередь, я хочу обратиться к истории. Литературное произведение я упомяну, но это не будет считаться аргументом. Но самое главное, чтобы в итоговом сочинении был хотя бы один литературный аргумент. Но я считаю важным об этом написать. Поэтому буду брать пример из истории про Сталина, про репрессии. Всем известно, что не только на Сталине ответственность, а более 4 миллионов доносов было написано обычными людьми. И, соответственно, вот эти преступления это болезнь не только Сталина, но и всего общества, всех людей, которые этому способствовали. Ну, а второй аргумент возьму из романа «Преступление и наказание Достоевского». Буду писать о том, что не только Раскольников ответственен в преступлении, которое совершил. Ну, и насчет вывода подумаю. Пока что не знаю, что буду писать. Пока буду начинать писать вступление и тезис. Нечасто вступление и тезис получаются у меня настолько объемными. 118 слов, но я не могла остановиться. Привела даже здесь небольшие примеры. И, как видите, разделила вступление и тезис на две части. Сейчас я объясню, почему. Начну пока читать. Еще до появления первых государств люди регулировали жизнь в общинах и племенах, устанавливая нормы того, что делать можно и нельзя. Постепенно сформировалось понятие преступления. У разных государств были свои законы. Однако во многих документах есть указания на то, что за преступление одного человека должен был нести ответственность другой. Круговая порука в русской правде в Китае в соответствии с законами 17-19 веков могли казнить учителя-преступника, который был виноват в упущениях в воспитании ученика. И дальше я начала новый абзац, потому что уже стала писать про современность. Здесь про прошлое, здесь про современность. Началась новая мысль, поэтому начинаю новый абзац. Современные люди в основном индивидуалисты и привыкли рассуждать в рамках этой парадигмы. Но стоит помнить о том, что мы биосоциальные существа и воспитываемся в обществе, что подтверждает тот факт, что ответственным за преступления должен быть не только человек, совершивший его, но и люди вокруг. Сразу скажу про свою позицию. Я уверена, что многие из вас со мной не согласны. И кто-то будет говорить, что только человек несет ответственность. Ну, я думаю, меньшинство, но, возможно, кто-то скажет, что только общество несет ответственность за преступление, что это болезнь только общества или болезнь только человека. Я же считаю именно так. Если вы считаете иначе, соответственно, если вдруг вам попадется такая тема, то пишите по-другому, аргументы приводите другие. Я пишу сейчас то, что я считаю. И буду переходить к первому аргументу. Чтобы подтвердить свою точку зрения, обращусь к истории 20 века. Только согласно официальным данным, жертвами сталинских репрессий стали не менее 3 миллионов человек. Это согласно официальным данным. Есть данные, где около 10 миллионов. Но я пишу про официальные данные. Сергей Довлатов в сборнике рассказов «Зона записки надзирателя» написал гениальную фразу, которую теперь наизусть знают многие. «Мы без конца проклинаем товарища Сталина и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов?» Я, признаюсь, наизусть этой цитаты не знала, но знала начало, знала конец. Сейчас постараюсь ее выучить наизусть, и вам рекомендую в итоговых сочинениях использовать только те цитаты, которые вы знаете наизусть. Я недавно проверяла сочинение участника своего спринта по итоговым сочинениям, где была цитата из «Преступление и наказание». И я очень сомневаюсь, и это неизвестная была цитата, я очень сомневаюсь, что ученик знает наизусть эту цитату, поэтому не надо приводить цитаты, которые вы не знаете наизусть, соответственно, вы не сможете их использовать на реальном итоговом сочинении, если какая-то похожая тема вам встретится. Но если вы знаете фразы наизусть, вот настолько известные, то, конечно же, используйте. Продолжаю читать. Действительно, многие привыкли возлагать всю ответственность за репрессии на Сталина. Однако мало кто помнит, что в этих преступлениях виновны также миллионы обычных советских людей, которые доносили на своих соседей и родственников. Это является подтверждением того, что болен был не только Сталин, но и все общество. Теперь буду писать аргумент по литературному произведению. В художественной литературе также можно найти примеры, иллюстрирующие тему коллективной ответственности за преступления. На первый взгляд может показаться, что только Раскольников, главный герой романа Достоевского преступления и наказания, виновен в убийстве старухи-проценщицы ее сестры. Однако после внимательного прочтения произведения становится понятно, что общество тоже повлияло на выбор персонажа. Раскольников случайно узнал детали о жизни старухи-проценщицы ее сестры Лизаветы в трактире, послушав разговор офицера со студентом. Именно от них главный герой получил идею убийства женщины. Офицер сказал студенту, что старуха достойна смерти, но сам бы он ее убить не смог. А Раскольников задумался о вопросе, заданном студентом, и в итоге пришел к своей теории о тварях дрожащих и правоимеющих. Безусловно, никто не заставлял Родиона совершать преступление, большая часть вины лежит на нем, однако общество тоже ответственно за произошедшее. Здесь ворд подчеркивает, но запятая не нужна, потому что есть общее вводное слово, которое зависит и от первой части сложносочиненного предложения, и от второй. Безусловно, никто не заставлял, безусловно, большая часть вины лежит на нем. Ну и думаю, в выводе я объединю пример про Сталина и про Раскольникова. Таким образом, преступление это болезнь и общества, и человека. Я об этом пишу в выводе, потому что так напрямую я во вступлении не писала. И, кстати, ответ на вопрос темы может быть не только в самом начале, но и в конце сочинения. Нет нигде обязательного требования давать ответ на вопрос в начале. Но, в принципе, у меня ответ был, тезис был. Просто так напрямую я не отвечала, поэтому написала об этом в выводе. Таким образом, преступление это болезнь и общества, и человека. Сталин утверждал приказы о репрессиях, но обычные люди писали доносы на своих близких. Раскольников убил двух женщин из-за нищеты, и помешательства, и невинного разговора офицера со студентом. Вот таким получилось сочинение. В нем 391 слово. Этого более чем достаточно. По-моему, это самое объемное сочинение в этом учебном году. Напомню, что для того, чтобы получить зачет по второму критерию, нужно привести хотя бы один литературный аргумент. Одного достаточно. Поэтому первый аргумент у меня из жизни. Да, у меня есть здесь цитата из сборника рассказов Довлатова. Но это не аргумент, это лишь упоминание произведения. Все-таки в основном здесь аргумент из истории. Но литературный аргумент есть, поэтому можно получить зачет по второму критерию. Если у вас есть сложности с итоговым сочинением, и вам нужно, чтобы кто-то проверил ваше сочинение, то вы можете участвовать в моих трансляциях, на которых я проверяю итоговые сочинения. Здесь сейчас в разделе сообщества на моем канале анонс предыдущей трансляции, которая уже прошла. Но я думаю, что когда вы будете смотреть это видео, уже в разделе сообщества моего канала будет анонс новой трансляции. Здесь все подробно написано, что нужно сделать, чтобы принять участие в трансляции. Так что, если нужно, пишите итоговые сочинения на любую тему, в том числе на эту тему можете написать. Присылайте мне, и увидимся с вами на трансляции. Если у вас остались вопросы по моим комментариям, моим планам по сочинению, то задавайте их в комментариях к видео. Если есть вопросы не по теме этого видео, то задавайте их в моей группе ВК через функцию «Предложить новость». И будьте и решу, ведь я все решу, люблю вас всех, целую, удачи, отличных вам итоговых сочинений. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!